Всем привет! Это Реальная Журналистика. В нашей программе мы говорим только о скрепах, а также о рывках и прорывах путинской России. А похвастаться всегда есть чем. Ну и чтобы не тянуть кота за хвост, в Екатеринбурге на продажу выставили квартиру вместе с живым человеком, а точнее вместе с проживающей там старушкой. Вот такое объявление появилось на риэлторских сайтах. Двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме, третий этаж, окна в разные стороны и бла-бла-бла. В квартире прописано и проживает бабушка 94-х лет, поэтому доступа в помещении пока нет. По решению суда бабушка имеет право дожить там свой век. Ну если возникнут вопросы, обращайтесь по телефону и так далее. Я тоже поначалу подумал, фейк, чья-то злая шутка. Ну слушайте, черные риэлторы из 90-х настолько нагло не работали. Оказалось, нет. Помните, в апреле текущего года Конституционный суд разрешил отбирать за долги даже единственное жилье? Ну не зря же. Мы с вами год назад за поправки-то в Конституцию голосовали. Вот и не заставила себя долго ждать ситуации. Отобрали квартиру у старухи, а дальше все просто. Банк, в данном случае Сбер, выставил объект на торги. Какое-то агентство его выкупило, все. И пусть бабуля скажет спасибо, что наш самый гуманный суд в мире в принципе о ней подумал. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Вообще, конечно, в голове не укладывается. Помните, был такой фильм «Молевой километр», кстати, из недавних. Ага! И вот там как раз о банде черных риэлторов рассказывалось, которые находили стариков с квартирами. Заключали с ними попечительский договор, мол, мы вас содержим, а вы в нашу пользу затем завещание. Ну а после просто этих стариков убивали и, ну, во-первых, это кино. Во-вторых, авторы картины пытались показать, что это аморально и незаконно. Проходит несколько лет, и вскреп державе уже на уровне конституционного суда дают одобрянц практически такой же преступной схеме. Почему я сказал преступной? Да потому что все понимают, как оно будет использоваться на самом деле. Бабулик, пьянец, просто дурачков, которые по наивности подписали кабальный договор в России, пруд пруди. Мошенников тоже хватает. Это ж какие перспективы открываются? Отжимай, не хочу, а главное. Все по закону, блин. Бандиты из 90-х, а так он даже мечтать не могли. Но они все равно бандиты. А вот так поступают в правовом государстве. Смотри, не перепутай. Начинаем. Вообще, правду говорят. Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы. И вот я, наконец, готов с этим согласиться. В смысле, считаю, пришло время эту фразу произнести. Крах, во всяком случае, крах этого режима очень близок. И сейчас попытаюсь аргументировать, почему я склонен так думать. А дело в том, что происходящие в нашей стране процессы, они действительно уже в какое-то безумие превратились. И очевидно, что это безумие ни кем и никак не контролируется. Ни Путиным, ни его подручными. Очевидно, что они больше не в состоянии хоть как-то сдерживать того монстра, которого сами же и породили. Поэтому монстр творит все, что хочет, а великий Курбчий все больше напоминает посмешище. Хорошо, давайте на пальцах. Первое. Нам из каждого утюга продолжают свистеть. И вот у Владимира Владимировича есть серьезная поддержка. Рейтинг Владимира Путина на посту президента России достиг максимума за 15 лет. Рейтинг Владимира Путина вырос, сообщают социологи. ЦИОМ замерил рейтинги Владимира Путина прямо во время пресс-конференции. Выяснилось, что уровень одобрения президента по сравнению с прошлой неделей вырос на полтора процента. Не нефть и газ наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин. Ну, типа того, да. А хотите, я за несколько минут развенчаю данный миф? О поддержке так называемых избирателей мы сегодня почти не будем говорить, потому что вы и без меня знаете. Ну, нет ее давно. Это сказки. Реальная поддержка царя. Это А. Немногочисленная группа зашкваренных холуев. А-ля Симоньян, Соловьев, Скобеева, которым разрешили доедать за папой из корыта. Б. Это нарисованные памфиловой цифры в протоколах. Купленные боты, коих вы ежедневно видите в интернете. И которые только создают иллюзию, будто бы их очень большое количество. Но бот на то и бот. Что его на самом деле не существует. Гигантское количество людей, которые производят в безумном темпе комментарии, посты, картинки, видео. Когда ты находишься там в качестве работника, ты свое техническое задание получаешь просто на компьютер и не знаешь, откуда оно пришло и кто его написал. Расписано, как нужно именно подать. Как расставить акценты, каким выводом подвести читателя. А еще боты, или тролли, как хотите называйте, это очень ненадежные союзники. Я лично с этим сталкивался. Ну, с похожим рассказываю. Когда-то давно, много лет назад, я занимался организацией митингов на выборах в поддержку того или иного кандидата. Очень быстро мы поняли, что реальных сторонников вытащить на улицу практически невозможно. В итоге догадались приглашать людей за деньги. Но люди-то тоже не дураки. Мухой сообразили, как сделать данный процесс для себя еще более выгодным. Таким образом, вскоре в моем родном Екатеринбурге появились целые команды профессиональных митингующих. И хотя это выглядело смешно, поскольку сегодня они митинговали в поддержку Васи, завтра стояли уже за его конкурента, но на уровне масс оно работало. Вот только в реале, как вы понимаете, митингующим было плевать и на Васю, и на Петю. Понимаете, к чему я веду? Россия священная наша держава. Россия любимая наша страна. Второе. Поддержка наверху из числа элит, политических партий, общественных объединений, силовых структур и так далее. Так ее тоже нет. Это такая же иллюзия, как с избирателями. Ну хорошо, давайте снова на пальцах. Посмотрите, например, кого нам сегодня пытаются презентовать в качестве потенциальных преемников. Правильно, двух стариканов, таких же древних, как сам ВВП. Вопрос. Че помоложе никого не нашлось? А я вам отвечу. Да господа из окружения его величества, как и он сам, впрочем, просто не доверяют кому-то еще. Почему? А потому что боятся, что кто-то молодой не из их тесного кружка, получив политический вес, поступит с ними точно так же, как они когда-то поступили со своими престарелыми партийными боссами из КПСС. Просто задумайтесь. Кто эти дряхлеющие политики, близкие к Главарю и Лаврову? И Шойгу, и Матвиенко с Памфиловой? Ну и так далее. Да комсомольцы позднего СССР, коих однажды достали цикашные динозавры, упорно не желавшие идти в ногу со временем. Поэтому 30 лет назад случилось то, что случилось. Динозаврам отвесили пинка, отправив на свалку историю, а их кресло заняли те самые комсомольцы. Вот только однажды все заканчивает, теперь эти ребята давно не комсомольцы. У Валентины Ивановны Матвиенко сегодня юбилей. Вот ведь роль личности в истории. Валентина Ивановна Матвиенко на посту третьего. Нет, нет, не надо сейчас умничать, писать в комментариях, а ведь Байден-то тоже не молод. Постаршего нашего будет на минуточку, потому что мне и здесь есть чем парировать. Разница между Байденом и нашим, который помоложе, заключается в том, что за американским президентом стоит команда, партия. И это не какая-то толпа лиза блюда в бездаре, задача которых изображать массовку, делая вид, будто бы в России наличистую демократия, да нализывать время от времени тому, кому прикажут. За Байденом, повторюсь, стоит команда. И это команда профессионалов. А команда нашего, что помоложе. Ну над ними же, ну разве что посмеяться можно. Наша преимущество Путин, и мы его должны защитить. Но даже если и сейчас не убедил, это уже третье, тогда давайте совсем доступнее безвыком. Представьте себе, любого из этих стариканов у руля скорый крах все равно неизбежен. Дело в том, что произошла смена эпох, и мы уже живем в других реалиях. Нынешний мир отличается от того, которым он был еще 20 лет назад, и от Путина с его дедами. Он вообще никак не зависит. Сопротивление бесполезно, что называется. А у вас эти есть мобильные, Владимир Владимирович? Нет. Даже с питерских времен не осталось? Там 8, 921, нет? Именно. Я говорю сейчас про эру цифровых технологий. Простой пример. Кто-то из вас мог себе представить в 2000-м, что всего через несколько лет каждый человек будет носить в кармане целый мир. Я вот про эту штучку, например, в которой и телефон, и диктофон, и записная книжка, еще телевизор с радиоприемником, фотоаппарат, видеокамера, плеер, видак, компьютер, короче, грузовик и вещей по меркам того 2000-го могли? А виртуальные деньги 12-15 лет назад вы могли поверить? Зато сегодня словом биткоин никого не удивить. Вот ведь я о чем. мир меняется и меняется стремительно. Американцы вон айфон на уходящей неделе презентовали, которому сотовая вышка не нужна, он через спутники способен сигнал передавать. Вот и ответьте сами себе на вопрос, как в таком мире может существовать страна, которой руководят люди все еще думающие, что планшет это офицерская сумка, которые уверены, что пахать на лошадях в общем и неплохо. А некоторые вообще Чапаева видели. Да у нас поэтому и в новостях-то в последнее время один сплошной бред, особенно когда говорят о великом геополитике. Путин сыграл в хоккей. Путин виртуозно поймал ручку. Путин рассказал анекдот или вот. Кадры, которые можно увидеть только в нашей программе. И вот вроде бы задернул штору, но потом решил рассмотреть что-то или кого-то еще внимательнее. Друзья, ничего личного. Никакой политики. Я просто анализирую ситуацию и делаю выводы, чего и вам желаю. Ну а дальше? Как говорит один мой коллега, вам решать быть или... Все. Переваривать. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на наш канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. Выводит его в рекомендации. Напоминаю, у нас появился телеграм-канал. Наконец, ссылку оставлю в описании. И в закрепленном комментарии там можно увидеть то, что не вошло в выпуск, например. Фрагменты будущих программ. Да пообщаться, наконец. В остальные соцсети тоже добро пожаловать и пожаловаться. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова